Здравствуйте, мои дорогие зрители! Меня зовут Ирина и вы на моем канале. Сегодня хочу вам показать орхидейки, которые меня прямо радуют на сегодняшний день. И все у нас замечательно. Смотрите, эти орхидейки, которые я, можно сказать, недельку назад пересадила. Эти две красотки с сайта Орхарай. Это, вы смотрите, какая красивая варегатность у растения. И вот буквально тут прошло совсем мало времени после пересадки. Но орхидейка растит листочек. Очень хочу, чтобы он был такой же красивый, с такими же хорошими, да явно выраженными, с такой явно выраженной варегатностью. И, конечно, я бы очень хотела, чтобы он зацвел. Но так как корни есть, корни хорошие, но они еще не доросли до размера, до объема своего горшочка, конечно, лучше бы, если бы орхидейка именно сейчас нарастила корни, листья, а потом только зацвела. Хотя, конечно, нам, орхаманам, хочется посмотреть на цветочки. И вот вся наша сущность, наверное, в этом. Так, и следующая орхидейка, это тоже, можно сказать, у них в несколько дней разница в пересадке. Вот такая красотка. Сейчас уберу. Сога лавренце. Ароматная. Многие мне написали, что она пахнет зимой, когда цветет скумбрией, копченой рыбкой. Ну, посмотрим. Она в идеальном тургере. Когда она ко мне пришла, она была немножечко без тургера. Ну, точнее, не то, что без тургера, а немного были такие вялые листья, потому что она была просушена. Вот, естественно, когда орхидейки отправляют, они их просушивают. И тургер был не идеальный. Но это абсолютно нормально. Я ее отпоила, пересадила. У нас сейчас отличный тургер. Замечательный. Смотрю, корешочки все зелененькие. И, к сожалению, внутри горшочек белый. И за состоянием корней внутри я следить не могу. Но я вот по поверхностным корешочкам слежу, чтобы все было красиво, хорошее и не гнило. Вот. Эти орхидейки чувствуют себя замечательно и прям радуют меня. Так, башмачки тоже меня радуют. Растит листочек. Здесь вот центральный листик обломанный растит. Растет две вот эти вот замечательные деточки. И, честно, очень тоже этому радуюсь, потому что это первые два башмачка в моей коллекции. То, что они принялись и пошли в рост, это замечательно. Также, смотрите, орхидейка, которой я снимала видео для вас, где я сказала, что орхидейке не нравится расти в керамзите. Скорее всего, так оно и вышло, потому что сменив грунт на кору, вот такую вот, видите, в принципе, средняя такая кора, стала отлично расти. Но я еще добавляла, прям вставляла в грунт зеленое удобрение после этого, в бутылочке, так как она полностью закончилась в этом грунте. Орхидейка прям реально набрала такой хороший тургор, воспряла, начала наращивать жирные корешочки. Вот. Мне, не знаю, все понравилось. И вовремя я ее пересадила. Это орхидейка Поттер, напомню для тех, кто не смотрел эту пересадку, да, смену грунта, горшочек, все то же самое. Только единственное, я вместо керамзита добавила кору, но там в нижнем слое все равно есть керамзит, как дренажный такой слой. Вот, смотрите, какой замечательный растет корешок, да, сыночек? Внутри горшочка тоже очень много корней, которые растущие, такие прям толстенькие, жирненькие. И листочек тоже растет. И меня радует эта орхидейка, правда, очень классная. Совсем недавно я показывала вам эти орхидейки, да, вот буквально через видео, да, вот было про них. Я вам показывала, что эта орхидейка гигантская с магазином огни дала мне цветоносик. Вот он такой хорошенький, уже видите, хорошо видно его из пазухи. Но также она нам выдает и второй цветонос, чем тоже очень меня радует. Так что у нас у этой орхидейки будет два цветоноса, и она порадует нас очень пышным, красивым цветением. Также, смотрите, рядом стоит орхидейка. Я вам тоже ее показывала, я вам сказала, что она выдала цветонос. Вот, это орхидейка анаконда, очень красивая. И присмотревшись, я увидела, что здесь она тоже наращивает бутончик. Вот почему не надо обрезать у таких орхидейки цветоносы, и они могут продлить цветение, что и получилось. Так что вот буквально уже через пару недель мы увидим такой уже большой, хороший, жирненький бутончик на цветоносике вот здесь. Вот, ну и где-то через два месяца растит новый цветоносик и выпустит бутончик. Интересно даже, как это будет. И цветочек, который вот здесь вот раскроется буквально уже там, ну, где-то через две недели он будет прям такой уже большенький, где-то через три недели, наверное, раскроется. И дождется ли он цветоноса, который вырастет, да, и так же. В общем, орхидейки одна за одной выпускают цветоносы, доращивают бутоны, и я этому очень-очень рада. И деточка моя, я от нее ждала цветонос, она очень красивая, я вам об этом говорила. Тоже я увидела, что вон в пазухе лопнула шейка, и вон показался кончик от цветоноса. В общем, зима у нас будет очень яркая и красивая. Также вот красивенький у меня есть беглиб с магазина Лето, но с сайта Орхарай. Кто не знает, скажу, что в магазине Лето продаются азиатские орхидейки с сайта Орхарай. И вот эта орхидея как раз-таки с этого магазина. Очень должна красивая распуститься, вот такой замечательный беглиб. И тоже вон на наш новый цветоносик. Вон он, только-только вы видите такой остренький кончик. Кстати, тоже вставила удобрение зеленое и тут же выпустила цветонос. Возможно, совпадение, возможно, ему чего-то не хватало для этого толчка. Ну и, собственно, зеленое удобрение помогло. Вот такая красота. Очень-очень ждут цветения, даже если это будет всего лишь два цветочка. Хочу на них уже посмотреть и полюбоваться. Также радует меня и Ванда. Она наращивает хорошие длинненькие корешочки. Смотрите, в баночке. Не хочу ее доставать, вдруг что-нибудь от ламлю травмирую. Ну вот там вот я так, наверное, покажу. Кстати, тоже добавила цион немножечко. Ну так, тоже в качестве эксперимента. Корни отлично растут. Так, и вот, смотрите. Орхидейка, которую я вместе с вами долго-долго пыталась что-то с ней сделать. Это беглиб, который, ну, никак не хочет почему-то расти. Это в размере, орхидейка была, по-моему, 3, прям такой большой у нее был горшочек. Она была в омхе. Когда я сняла, увидела черную шею. В общем, все обработала, пересадила ее. Но смотрю, она корни все испортила. Там осталось у нее несколько хороших корешочков. Я, опять же, ее пересадила в более маленький стаканчик. Но смотрю, что тут она ни туда, ни сюда. Да, я уже и максимум ее замочила, уже и замазала ей шею, уже и поливала ее экстрактом хвои, топазом. Ну, ничего. Вот я ее обрабатывала от вредителей. Видите, вот налет на ней есть. Ничего не помогало. Но сейчас я обратила внимание. Посмотрите, у нас маленькое чудо. Растет листочек. Ура, ура, ура! Какая я счастливая была сегодня, когда увидела этот новый листик. Честное слово. Это такая радость, наверное, для любого орхамана, который долго-долго выхаживает орхидейку. И она все чахнет, чахнет, чахнет. И с хорошей крепкой орхидейки превращается в сухой, такой реанимационный просто сухарик. И тут, наконец-то, листик. Я очень счастлива, рада до безумия. Я так понимаю, что мы все-таки, то, что у нее была какая-то болезнь, мы это с ней уже как бы прошли, вылечили. И теперь я буду ей помогать ей стимуляторами роста, для того, чтобы она начала активно наращивать корни и листья. То, что вы видите, вот этот вот беленький песочек, это тоже цион. Решила добавить, потому что рекомендует производитель как восстановление. Я уже просто честно не знала, что с ней сделать. Я уже думаю, насыплю, будь что будет. Ну вот, не знаю. Все средства хороши в бою за жизнь. Также хочу вам показать своего дикого котика, который продолжает меня радовать. Он решил дорастить цветонос. Я очень переживала, что он с выпуском нового цветоноса, вот как вы можете видеть, вот этот вот жирненький-жирненький цветонос, он возьмет и просто отсушит цветонос, который у него есть. Обычно дикий кот цветет очень долго, и я не хотела, чтобы он сбрасывал эти цветы. И он меня услышал и решил не сбрасывать и не сушить цветонос, а дорастить мне бутончики, чтобы я порадовалась еще больше. Вот такой замечательный мой дикий кот. Замечательное растение. Все покупайте себе в коллекцию дикого кота. Он вас порадует. И вы, мне кажется, от такой орхидейки будете счастливы. Правда. Он всегда радует хорошими вот такими жирненькими корешочками. Он очень быстро наращивает их. Он водохлеб. Пересушивать его нельзя, потому что он сразу теряет тургор, начинает отсушивать корни. Поэтому его нужно поливать, поливать, поливать. И даже, видите, вот он отсушивает листочек, опять же, чтобы нарастить хорошие крепкие бутончики и жирненький цветоносик. Ой, прелестный. Конечно, дикий кот в летнем цветении очень светлый. Зимнее цветение. Вот даже вот эти бутончики, которые откроются, они будут намного темнее и ярче. Но я, естественно, вам это все покажу. Кстати, давно мне показывала орхидейку. Это реанимашка, помните, которая была совсем таким вот сухариком, с одним листочком. И, ну, знаете, так вот никто особо не давал ей шансов на то, что она выживет. Но она выжила, она прекрасно себя чувствует. Вот нарастила вот такое, ну, как бы приличное количество листочков. Кстати, даже вот листик, который у нее был с самого начала, он так у нее и остался. Она растит корни, все с ней хорошо. Она, помните, в обрезанной бутылке была. Сейчас она уже в горшочке. Тоже давно мне показывала орхидейку, вот эту красавицу, тоже с сайта Орхарай. Не смогла уехать просто без нее, влюбилась. Их на тот момент было много, только как бы они приехали. И это было такое облачко из бордовых красавиц. Честно, она великолепна. Она продолжает меня радовать. Конечно, потихоньку она отсушивает свои цветочки. Ну, и времени прошло уже достаточно много. Но она великолепна, пересажена в двойной горшочек. Все с ней замечательно. Я ей тоже подсыпала ЦИОМ. Но это, я же повторюсь, это у меня эксперимент. Кто хочет, пробует вместе со мной. Кто не хочет, как бы не пробуйте и не добавляйте в свои посадки. Ничего страшного в этом нет. Вот такая красавица, очень красивая восковушечка. Эсма, если я правильно вспомнила. Да, по-моему, называется Эсма. Вот такая красавица. И здесь же стоит беглиб. Тот беглиб, который я спасала в лето. Он сгноил все корни до как раз того места, где была вот эта гниль серая, которую я зачищала. Ну, он отрастил с шеи новые замечательные корни. Я обложила мхом. Они растут вглубь горшочка. Как только все там обрастет корнями и будет хорошая корневая система, я вытащу, отрежу все гнилые корни и посажу ее заново в более такой красивый горшочек. Но это будет, скорее всего, уже весной. Подождем до весны и тогда будем пересаживать. Так, чуть не пропустила. Здесь есть красотка Шалериана. Тоже замечательно себя чувствует. Она растет вообще, по идее, да, вот, ну, будет она висеть. Висеть она будет вот таким вот образом на стене, которая у меня будет сделана на балконе. И вот у нее растет листик. Вот замечательный корешочек. Ей все нравится. Она у меня здесь висела на ручке. Вот, сейчас я ее сняла, потому что ручку закрыла. Ну, на проветривание, когда стоит окошко, она у меня висит. Когда закрытая, то она у меня, получается, просто стоит. Ну, вот такая вот у нее, видите, посадка. Кто смотрел посадочку, знает, как вообще это все должно быть. По идее, она себя хорошо чувствует. Вот, корни растет, листочек растет. Вот, скорее бы уже мне застеклили балкон и сделать эту стену. Ну, все, конечно, упирается в финансы, поэтому пока, пока просто стоит. Не так, как она предназначалась изначально, да, вот у нее вертикальная такая, должна она висеть. Посадочка должна быть вертикальная. Но ничего. Надеюсь, мои мечты сбудутся. Монстерка, красотка моя. Ну, и брасья. Я вам тоже ее недавно показывала, она меня радует новыми корешочками. Замечательная такая растюшка. Я, конечно, пока даже не жду от нее цветоноса. Мы наращиваем с ней корневую систему, потому что у нее большой горшочек. Все, мои дорогие, сегодня вам похвасталась, наверное, моими счастливыми сегодняшними моментами, связанными с орхидеями. Они меня радуют. И я хочу, чтобы вас, ваши орхидейки, радовали точно так же. Поэтому, собственно, я и веду свой канал. Всем удачи, всем любви. Пока-пока. И, кстати, еще, деточка растит листочек. Хотя у нее цветонос начал усыхать, но я ее ничего с ней не делаю. У нее корень, который, вот видите, вниз растет, уже дорос до мха. И я думаю, что она уже стала питаться сама. Поэтому, собственно, и отсыхает цветонос. И она начала расти листочек. Я очень счастлива. Посмотрим, что все-таки из этого получится. Не рано ли я радуюсь? Хочу ее подкормить также зеленым удобрением.